Новый подвоз товара у нас. Курочки. Курочки маленькие. Это колбаска, которая по 20 гривен. Вот эти цыплета у нас 75 гривен килограмм. Дешевле корочков. Норм. Что-то меня на солененькое потянуло. У меня уже огурцы закончились на этих... на деревьях. Ай, как пахнут. Капец. Грызни. Да. Так и сделаю. Ну. Сейчас бы по 100 грамм. Блин. Хлебушек у нас есть еще. Ох, раздразнила я себя сегодня огурчиками малосольными. Хочется уже чего-то такого ферментированного. Не открывать же банку. Ради нескольких огурцов. Вот. А таких уже нет. Которые можно посолить самому. Захотелось мне таких помидорок сюда к дополнению на ужин. Потому что цыплята еще не размерзлись в магазине. Хотела их купить пару цыплят на мангал, на выходные. Дешевле, чем окорочка обычные. Ну, они еще не размерзлись. Начинаешь отрывать, а там руки-ноги отрываются у них. Короче. Будем сегодня вместо окорочков, вместо курятины есть отбивные из помидор. Вот такие вот у меня специи. Вот высыпаю я сюда в муку. Перемешиваю. Пока греется масло. Так. Затем раздеваем яичко одним. Ну, как все как-то настоящие отбивнушки. Немножко разболтаю. Так. И положено все это дело обваливать в сухарях. У меня сухарей сейчас не оказалось. Вот их. Есть у меня вот такие кукурудзяны борошна. И будем теперь колдовать. Колдовать как? Эти помидорчики. Масло уже разогрелось. Эти помидорчики. Теперь обваливаем в смеси итальянских трав и специй. Затем яйцо и кукурузную муку. И на сковородочку. Следующий. Мука со специями. Сейчас извозюкаюсь все. Положено двумя руками. Мне что снимать как-то надо. Проферментированные огурчики. И что к ним полагается немного 100 грамм. Это дикое желание. У нас же сухой закон. Самогон тоже нельзя гнать. А я натолкнул на мысли. Натолкнул на мысли мой друг. Который собак. Гогер. Который собак своих кормит ежевикой. И у него есть такая собака Чича. А кличка у этой собаки Чичи происходит от напитка бразильского. Индейцы такой напиток делают. Знаете, как они его делают? Разжевывают. Женщины садятся в кружок. Разжевывают кукурузные лепешки. Вот. Выплевывают в большой чан. Я сейчас вам фото все это покажу. На фото. Оно ферментируется. Сквашивается определенным образом. Ну, они там добавляют, наверное, что-то фруктовое, я так думаю. Кроме этих лепешек кукурузных. Вот. И через несколько дней квас такое пиво готово. Вот. Вот такая идея. Вот что, самой такое сделать. У меня вот кукурузная мука есть. сделать кукурузных лепешек. Пожевать, наплевать. А если будет рейд, проверка самогона, вот, если вдруг зайдут там, правоохранители, и скажут, что это у вас? Это у вас брага? Нет. А что это такое? А это я наплевала. это шутка, шутка. Но такая история имеет место быть. Вот. Поэтому у меня сегодня огурчики и помидорчики. другого дополняют. Но браги у меня нет. Это уже готово. Вот так. Это блюдо очень похоже на блюдо итальянской кухни. Вот. Поэтому я сварила к нему такие вот супермешель. Она здесь будет очень уместна. И как сказал бы мой сын, я прям слышу, как он сказал бы. А теперь немного оливкового масла, как-то олив-ойл и немного сыра. Любого, который у вас завалялся в холодильнике. Вот. Конечно, сюда прекрасно подошло бы. Как же мне это чудо сад взять в руки. Помогите, помогите. Вторую руку мне нужно. Третью. Я сейчас налью. Очень похож на чучу. Вот. бокал чучи здесь не помешает. Устройте себе небольшой праздник. Создайте настроение. А теперь можно попробовать эти чудесные помидорки. Вот такие вот они на срезе. Хрустящая корочка. Нежная серединка. Никогда в жизни не скажете, что это помидоры. Очень похоже на куриную отбивную в томатном соусе. Пробуйте, у вас все получится. праздник. Продолжение следует... Продолжение следует...